Еще недавно здесь был лук с густыми травами, и вряд ли кто-то из жителей Погореловки мог представить, что однажды это место станет центром притяжения всего села. В ходе подготовки к грядущему юбилею Великой Победы у жителей возникла мысль установить памятник. Получилось так, что изначально родилась идея, чтобы появился памятник местные жители во главе с Олегом Григорьевичем Мантровым, который является представителем ТОСа «Надежда» в селе Погореловка. Загорелись установить памятник. Памятник именно своим фронтовикам, деревенским, своим сельским фронтовикам. И работа была ими большая проведена для выявления трехсот имен. Итак, идея памятника появилась и оформилась в проект. Оставалось лишь подобрать подходящее место, а вариантов было несколько. Остановились на локации, которая привлечет больше всего внимания. Год мы вынашивали эту идею и родилась идея, я ее предложила, что вот это место в центре села, на улице Левобережная, которое напрашивается здесь память, здесь холм. И оно просматривает со всех сторон это место. И вот появилась первая благоустройство. Это памятник. Памятник появился в 22-м году. А в этом году обустроили и территорию вокруг него. Здесь создали особенное пространство. Сначала появился проект сквера. Отправили на согласование, утвердили. И вот результат. Благоустройство сквера очень нравится, потому что местные жители могут приходить, общаться. Первое – это, конечно, общение. Эстетический поселок очень преобразился. Здесь было просто поле. На данный момент лавочки, качели. Дети собираются, общаются, играют. Детскую площадку можно поблизости поставить. У нас много детей. Хотелось бы, чтобы дети вернулись в будущем, когда вырастут, в свой поселок, чтобы было многолюдно, как раньше. Реализовать удалось, можно сказать, все. Будем продолжать еще благоустройство проводить дальше со сквером. Не хватает нам сейчас освещения. Вот мы будем хлопотать. Столб стоит рядом. Это сделаем. Мы сделаем. Делаем просто времени. Ну, еще кое-что так, мелочевка, подделка. И цветы еще другие подсадить. Вступая в программу местных инициатив, поддержали нас то, что к 80-летнему победу. И прошли мы конкурс, отбор. И в итоге получилось все. Спасибо подрядчикам. Даже раньше времени его установили. Официальное открытие сквера запланировано на 17 августа, в День села. На открытии памятников в 22-м году, вспоминает Олег Мантров, народу было много. Ведь такие моменты очень важны для местных жителей. Общение. Людей, детей, дружба их. По вечерам гармошка играет тут. Это редкость сейчас услышать гармошку на селе. Приятно. Так что это просто объединяющий такой фактор. На будущее у нас много. Детско-спортивную площадку сделать. Востребовано. Очень востребовано. Детей много. Это что-то тут. Особенно летом. Я тут не знаю, может, о том сейчас тут было. Вот. И очень много у нас идей. Но фактор, что надо пользоваться вот этим программами местных инициатив. Пока они существуют. Детскую спортивную площадку местные непременно дождутся. Ведь такие преобразования на радость всем. И взрослым, и малышам. А пока жители наслаждаются новым сквером, который и дальше будут развивать. В планах разбить Нижний парк поблизости. Для него уже выращивают саженцы дубков, сосен и гортензий.